наконец-то наступил этот долгожданный момент когда я начинаю игру то есть игровой проект который называется вязание против вышивки сейчас перед вами представлен калаш калаш состоит из шести проектов вязальных и шести проектов вышивальных сейчас мы вкратце познакомимся со всеми участниками этого игрового проекта и так под номером один у нас вышивальный проект французская лаванда под номером два вязальный проект хейвард под номером три у нас снова вязальный проект жгут из бисера номер четыре вышивальный проект осизи под номером пять у нас снова вышивальный проект называется котик номер шесть вязальный проект носочки номер семь вышивальный проект немецкий рапс номер восемь вязальный проект крендель номер девять вышивальный проект осенняя пора номер десять вязальный проект салфетки под номером одиннадцать у нас вышивальный проект леопард и под номером 12 вязальный проект мочалка ну что ж всех участников я вам представила подробно о каждом из них я буду рассказывать по мере того как они будут выпадать в игре а суть игры состоит в том что так как я люблю одинаково и вязание и вышивку очень часто я предстаю перед выбором чем же мне заняться свободное время или же мне повязать что-то или повышевать и мне показалось что будет очень интересная идея если эту ответственность на себя возьмут кубики начале каждой недели я буду бросать кубики планировать рандомно то чем я буду заниматься в течение недели и мы посмотрим что же из этого будет выходить тоже у нас будет выпадать чаще все-таки вязание или вышивка посмотрим какие же у нас процессы будут продвигаться быстрее я предлагаю сразу же приступить к планированию мы возьмем вот эту коробочку для того чтобы можно было сюда бросать кубик чтобы он далеко не улетал а чтобы звук не был слишком звонким я здесь постелила фетр надеюсь он нам чем-нибудь поможет вот такой арсенал кубиков у меня имеется я думаю мы все будем задействовать но не сразу все конечно же для начала мы выберем каких-то два более или менее подходящих так как у нас 12 процессов больше всего здесь подходит кубик конечно же до цифры 12 это вот этот многогранник вот выберем его красным в общем красный многогранник у нас будет отвечать за номер процесса и теперь уже тогда и синего цвета мы выберем я предлагаю выбрать для начала вот такой вот кубик кубик тоже многогранник какая-то такая фигурка многогранная выберем ее потому что мне очень приглянулись ее цифрки например 10 вот 50 30 20 то есть если выпадет у нас вышивальный процесс и выпадет например 30 то мы сюда добавим нолик и будем считать что выпало 300 крестиков если это будет вязальный процесс и выпадет допустим 70 значит нужно будет провязать 70 рядов ну как бы давайте попробуем для начала вот так ну что ж я предлагаю приступить к рандомному планированию на следующую неделю так как у нас в неделе семь дней я себе оставляю один день для того чтобы планировать и для того чтобы составить отчет о прошедшей неделе и остается мне 6 дней поэтому будем бросать кубик шесть раз как бы условно планируя задание на каждый из шести дней хорошенько их перемешаем и начинаем бросать 300 это как раз тот самый случай когда на кубике выпадает два нуля обозначает что на этом процессе никакого задания выполняться не будет 2 90 6 0 0 или мы будем бездельничать на этой неделе одиннадцать сорок восемь восемь восемьдесят восемь десять на этой неделе многогранные кости далее я и буду просто называть кубиками они отдали свое предпочтение визуальным процессом так как из шести бросков вышивальный процесс выпал всего лишь один раз давайте посмотрим что же у нас в итоге получилось на первом задании у нас 0 рядов на втором задании 90 рядов на третьем задании 0 рядов на четвертом задании 90 рядов четвертое задание выпадало дважды 80 и 10 в итоге 90 рядов из вышивальных процессов у нас выпал дымчатый леопард от пану этот набор я еще не открывала поэтому будем его открывать и обозревать вместе с вами прежде чем начать выполнять задание по итогу у нас получается всего лишь три задания на неделю самое большое задание это конечно же 90 рядов на хайварде но я думаю мы справимся